Красота Чистый снег, свежестью, легкостью сияй Знаешь ты, что всегда великолепно Бархат, шок, улыбаешься волшебно Чувствуешь счастье открыто Влага, уход и защита Дыхание и прелесть Внутренний мир влияет на внешность Великолепно Великолепно, ты с нами всегда Это Эйлаута, твоя красота Она уже родилась красивой, можно сказать И вот в пятилетнем возрасте, не то что в пятилетнем Даже вот с трехлетнего, наверное Любила переодеваться Показывать свои наряды соседям Все были, если сделаете комплименты Она без конца ходила домой Переодевалась, показывала моду В детстве, когда я была маленькой, я очень любила играть с куклами Я шила им одежду Любила уединяться одна Я помню, мы жили на первом этаже У нас был большой балкон И на балконе я размещала все игрушки Сама строила там кухню, замки Всегда говорила, что она француженка Ну, наверное, журналы вот от моих Журналы смотрела Было где-то ей 8 лет, наверное Выписывала уже сама При Балтике журналы Какие-то книжки Регулиозные Я даже удивлялась Ну, вообще, я не знаю Она такая Необычный ребенок Родилась такая Кстати, я очень любила готовить Меня никто не учил Вот с первого класса Из всех продуктов, что были дома Я могла что-то придумать Смастерить И весь двор, все дети Просто сбегались ко мне Стучали в дверь Эльмира, ну что там, давай И я угощала их И тестировала, можно так сказать На них, чтобы они пробовали И таким образом Я вот свои эти навыки Развивала Как раз я купила Где-то килограмма два масла Сливочное Они у меня что сын, что она Они любили после еды Кушать хлеб с маслом Масло всегда у меня дома было Я с работы пришла Где-то три дня не прошло И это, говорит, масла нету Я говорю, как нету? Я же купила Она говорит Я картошку делала Но я не знаю, с чего она делала Видимо, мука Это сама добавляла И кормила детей соседских Я так испугалась Думала, что у них может быть Расстройство желудка Ну ничего, все обошлось Любила Всякие пирожные делать Кормить соседских детей Видимо, когда Если дома кто-то готовит хорошо Обычно берется же, наверное Гены или что Я тоже от бабушки, от мамы Смотрела То, что я и сама готовила Так и она Я еще очень любила Рисовать и шить Я даже помню, как я У мамы Ее самый дорогой костюм Выкрала под себя Не зная вообще ничего Уликала Вообще абсолютно Сама Своими ручками Я, наверное, где-то была В первом классе То время же надо было доставать Это сейчас вот можно купить За деньги Пойдешь в магазин И можно купить То время было доставать И мне подружка достала Костюм какой-то дорогой Очень этот Один раз только одела С работы шла И она, смотрю, идет Думаю, хорошо Юбку отрезала Кофту интересно, что сделала Баская такая кофта была Она вот так вот подняла Вот эту здесь баску Вот так вот сшила Думаю, ладно Я говорю, куда пошла? Она говорит, кино В таком возрасте Я говорю, ладно, иди Придешь поговорим Ну, пришла И говорю, уже ничего не вернешь? Ну, сказала, что нельзя так Надо спросить Говорит, ну ты У тебя красивые вещи У меня нету Потом она стала шить Сама Если захотела куда-то идти Она тут же Бурда Вот этот журнал Оттуда берет Материал Покупает материал И за ночь Могла шить Вот у нас бабушка Машинка была ручная С этой машинкой шила Плюс еще я Выкрала под себя Ее шубу норковую Дорогую Я тоже на работе Сын позвонил Говорит, мама Говорит, она твою шубу отрезала Сама Опять же отрезала Я говорю, ну что теперь все Отрезала, отрезала Что я сделаю? Вот Германская шуба норковая Отрезала под себя Год прям понесел Потом говорит, она сама носить Теперь не хочу А мне куда уже Теперь все она отрезала По бокам Ну, такой ребенок Но самое важное Я сейчас вспоминаю Что мама меня за это Даже не ругала Не наказывала Мне кажется, это очень классно Когда родители понимают И поддерживают Твое творчество Вообще Со стороны отца Самый вот братишка Он художник Болел, правда Умер Вот со стороны отца Есть Ну и с моей стороны тоже Но у меня С моей стороны нет художников А со стороны художники есть Вот, наверное, передалось Тоже Гене И очень хорошо рисовала Единственное, что меня подавило Когда я рисовала Очень красиво Мои картины Мои работы Выставлялись На различных стендах В школе И меня оставляли После уроков После занятий Все, когда дети бежали домой в обед Дальше играть у себя на районе А я оставалась в школе И рисовала все эти плакаты Всевозможные Потому что на тот период Видимо, не особо Были развиты услуги ксерокса И распечатывание Поэтому мне приходилось Украшать наши школы Вот Вот Пользовались учителя этим Она с утра до вечера в школе Голодная Это сейчас в школах кормят Это так-то время Как-то один раз Не знаю Даже Не надо бывало Что не кормили Ну Всегда ходила Делала Прям до конца Повезли ее просят Ничего Вот это вот Наверное Ее творчество То, что вот это вот Сейчас у нее магазины Ничего страшного В принципе И мои навыки Передались моим детям У меня сын Очень хорошо рисует Мои девочки Тоже Они постоянно Вот Играют с куколками И я вместе с ними Посмотрите Какая красота Похожа на меня В переходном возрасте Мне пришлось перейти В казахскую школу И начались проблемы То есть Это учеба Я забросила свое творчество И конечно же Под русском возрасте Начались проблемы С акне Прыщиками Как это обычно бывает Как же я с ними справлялась Я наверное Перепробовала Все возможные Продукции Которые есть Вообще на рынке И болтушки Которые мне советовали Косметологи В салонах красоты Но Они помогали мне Временно Только высушивали Мою кожу И я Не сдавалась Я искала Тот продукт Который бы мог Помочь мне Избавиться От акне От прыщиков Который бы На самом деле Увлажнил Мое состояние кожи Сделал его Прекрасным Ухоженным И наверное Ближе К 20 К 25 Годам Я уже Стала Увлекаться Косметикой Ну Первая косметика Это естественно Была наша Наш масс-маркет Российский Всевозможный Который Имеется на полках Во всех магазинах Шли годы Я встретила мужчину Вышла замуж Строила отношения Занималась воспитанием детей И казалось бы Я совсем себя забросила И забыла про себя Это Элаута Твоя красота Вот она с детства Я говорю Вот Садилась Тоже всегда ровно Она сейчас тоже Детей своих племянших Всех Сестренок тогда Всех ругала Что вот неправильно кушают И Сейчас тоже самое Дети там тоже Если Что-нибудь не так сели У нее Я не знаю Ее раздражает Вот это все За столом Каждый человек Должен вести себя Очень Как-то Красиво Можно сказать Как говорится Этика Эстетика Но Никто не учил ее Сама Я не знаю Она вот родилась Такой В мир красоты Прийти было непросто Меня многие Отговаривали Семья Друзья Знакомые Направляли меня Оставаться В банковской сфере Но меня это Не вдохновляло Эти серые Будние Дни И сейчас Мое творчество Оно меня Не останавливает Я постоянно Хочу заниматься Чем-то красивым Красотой Как косметика Помню Как-то Эльмира Воодушевленно Расхваливала Мне какую-то Корейскую тушь Это был 2012 год В Алмате Да и в Казахстане В целом Никто ничего Не знал О корейской Косметике Ее не было У нас на рынке Так вот Эльмира По натуре Сдержанный Степенный Человек Так Воодушевленно С горящими глазами Начала Расхваливать Эту корейскую Тушь Какая она Шикарная Что она Не просто Декоративная А еще и Лечебная Что корейская Косметика Самая лучшая Потому что Она реально Работает Ну и что Будущее в целом За корейской Косметикой И вот Сегодня Мы с вами Являясь Свидетелями Ее колоссального Достижения В создании Империи Корейской Косметики В Казахстане Я могу Смело сказать Что успех Эльмиры В ее Безотлагательной Вере в себя В ее Нетривиальном Мышлении И В ежедневном Титаническом Труде Я всегда Следила за собой Пока остальные Ели бургеры Гуляли Я следила за собой Своим здоровьем Питалась правильно Занималась спортом Даже Заняла первое место По танцам По бачата В той Компании Где я работала По внешнему виду Эльмиры Можно было подумать Тогда Что она Наверное Является Сотрудником Индустрии Красоты Потому что Она не выглядела Рядовым Сотрудником Банка У нее всегда Была Красивая Прическа Она была Очень ухожена Она следила За состоянием Кожи Рук Шеи Лица Она В целом Задавала Тон По красоте Нам Девочкам Банка Я осознанно Ушла Из банка И В тот Период Очень сильно Развивались Соцсети Инстаграм Фейсбук Я сама Занималась Увлекалась Мне это нравилось Создавала сайт Занималась Маркетингом И мне Это очень Нравилось С Эльмирой Мы знакомы Больше 10 лет Мы работали В одном Из ведущих Банков Страны Одно Из направлений Которое Курировала Эльмира Это была Организация Конференции Мастер-классов Для корпоративных Клиентов Банка И именно Тогда Я и мои Коллеги Восхитились Ее Неординарными Способностями Ну Во-первых У Эльмиры Всегда Была И есть Четкая Позиция Относительно Всего У нее Было Своё Личное Видение Решения Поставленных Задач И они Нередко Противоречили Указаниям Руководства Но Как результат Ее Мастер-классы Проходили На высочайшем Уровне Она Проявляла Себя Как Первоклассный Маркетолог Она Она Упускала Ни Одну Деталь Она Прорабатывала Каждую Мелочь Уже Тогда У Эльмиры Был Утонченный Вкус Она Уже Тогда Была Эстетом Во всем О Дождик И Вот Так По Чуть Я Активно Развивала Свои Соцсети Инстаграм Фейсбук Сайт Понемногу Закупала Косметику И Продавала Онлайн Я Даже Помню Как я Круглосуточно Можно Сказать Днем И Ночью Ездила Сама Делала Доставку Косметики И Даже По сей День Мне Пишут Мои Давние Клиенты Что Они Помнят Как я Сама Лично Привозила Им Какой-либо Уход Из Косметики Как раз В Америке Подружка Замуж Вошла Я Не стала Ей Ничего Писать Не Этот Но Она День Похорона Как раз Должна Прилететь Ну Домой Приехала Сказала Что Папа Умер Авария Но Сильно Пережила Она Вот Этот Момент Очень Сильно Она Сильно Любила Папу Отец Тоже Ее Любил Больше Отцы Девочкам Ближе Ну Ничего Жизнь Продолжается Дальше Живем Плакала Сильно Да Вот Прям Вообще Плакала Это И Почти Целый день Сидела Возле него Возле отца Не выходила Из комнаты Я даже Потом Даже потом После шутей Говорила Я когда умру Ты тоже Так будешь Делать Или не будешь Так плакать Когда я умру Ну Не знаю Вот она Сильно Действительно Любила Начинала Я конечно Из дома Я ушла С банка С банковской Сферы Я по сути Творческий Человек И искала Своё предназначение Ну Так как Я с молодости Ухаживаю За лицом И мне Это нравится И Я начинала Из дома У меня Было Очень много Клиентов Которые Ко мне Звонили Приезжали Прямо Домой Я угощала Их чаем Я это Помню Точно Как будто Это было Вчера И Когда уже Был большой Поток Клиентов У меня Дома Просто Стояли Коробки Коробки Косметики Которые Я заказывала И отсюда И с Алматы И с Кореи Дети Просто бегали Между этими Коробками Игрались В прятки И честно Мне было уже Неудобно Принимать Людей Дома Потому Что У меня Уже Соседи Стали Возмущаться Спрашивали Эльмир Что Такое Что Ты Продаешь У тебя Что Сетевой Я помню Даже Одна Из Клиентов Она Мне Сказала Эльмира Слушай Ну прекрати Уже Домой Звать Давай Открывай Магазин Был Страх Ужас Страх Я Не знала С чего Начать Как Любой Другой Человек Вот Скажите Ему Открой Магазин Он Будет Бояться Правильно Самая Главная Мотивация Была Для Меня Когда Мне Жена Сказала Хватит Работать На Кого То Давай Работать На Нас Потому Что Был Такой Период Когда Я Работал В Найме И Реализовав Один Проект Очень Хороший Где Доходность Была Там Порядком Около 200 Тысяч Долларов Чистыми В Месяц Далее Я Участвовал В Другом Проекте Где Я Этот Проект Реализовал Также И Там Была Доходность Тоже Около 150 Тысяч Долларов Месяц И Как Всегда Это Получается Ну Меня Попросили Выйти С Этого Проекта Потом И Без Настроения Придя Домой И Рассказал Говорю Ну Вот Опять Вот В Этом Проекте Меня Попросили Выйти Из Него Ну Я Не Мог Там Диктовать Условия Так Я Был В Найме И Мне Рассказал Слушай Хватит Работать На Кого Давай Так Поработаешь На Нас На Семью И Сделаешь Для Нас Такую Доходность Вот Это Были Для Меня Самые Главные Мотивационные Слова Я Так Подумал Ну На Самом Деле А Почему Б Нет И Тут Жен Мира Спросил Какая Есть Идея Какое Есть Предложение На Чем Поработать Можно Я Говорит Ну Вот Есть Направление Заняться Корейской Косметикой Я Такой Момент Я Узнал Что Все Женщины Страны Тратят Денег Больше Чем Министерство Обороны На Защиту Страны Вот И Это Меня Очень Сильно Мотивировало И Дальше Там Изучив Эти Все Цифры Решил Пойти В Это Направление И За Этот Период Когда Вот Я Начинал Многие Мои Друзья Знакомые Все Не Понимали Меня Говорили Рустам И На Филинсе У нас Спасибо Всем У нас Это Все Получилось Это Элаут Твоя Красота Хорошо У меня Муж Поддержал Меня Мы Начали Ремонт Вот На Сейфулино Я Заказала Мебель Я Даже Помню Этот День 14 Мая Когда Мы Открыли Было Открытие Было Много Людей Я Даже Не Ожидала Что Придет Такая Толпа Людей Я Резала Ленту И Мне Вдруг Стало Плохо Мне Настолько Было Плохо Что Я Не Была Присутствовать Внутри Магазина Я Вышла И Дышала Просто Дышала Медитировала Себя Успокаивала Наверное Это Было Такое Приятное Чувство Что На Открытие Я Не Ожидала Честно Я Не Ждала Что Придется Только Народу Я Принимала Их Человек В день У меня Уходило Очень Много Времени На Консультации Час Два Я Уделяла Каждому И Мне Очень Нравилось Что Они Приходили Вновь И Вновь И Отправляли Своих Родственников Мам Сестер Они Доверяли Мне Вот Настолько Я Иногда Знаете Я Наверное Выступала Как Психолог Они Просто Даже Приходили Со Мной Попить Чай И Пообщаться Носили Мне Подарки Я Даже Помню Как Одна Женщина Поймала Меня Просто Я Была Настолько Занята Она Меня Просто Поймала На Улице И Говорит Эльмира Держи Это Тебе Я Не Поняла Там Был Такой Маленький Пакетик И Внутри Упаковочка Открываю А Там Золотая Флешка Я Восторге От Что Даже Люди Клиенты Просто Так Мне Дарили Подарки Они Меня В Магазине Неважно Возле Дома Меня Ловили И Просто Благодарили За то Что Я Улучшала Состояние Их Лица Впервые О магазине Agent Cosmetics Я узнала Несколько Лет Назад Когда Это Был Единственный Магазин Это Сейчас Он На весь Казахстан Известный Их По Казахстану По Моему 17 Магазинов Если Я Косметику Дай Зайду Потому Я Знала Что Корейская Косметика У меня У самой Светлая Кожа Обязательно Светлая Кожа Блеск И так Далее Зайду Посмотрю И Захожу А тут Такая Красавица Продавец Тогда Она Была Продавцом Она Стояла Сама У прилавка Эльмира Тогда Я не знала Я думаю Боже Какая Она Красавица У нее Невероятная Кожа Белая Она Такая Красивая Она Мне Рассказывает Что А я На нее Смотрю Такая Красивая У вас Такая Кожа Потому Что У меня Бзик По Красивой Коже Она Говорит Да Мы С ней Познакомились Она Мне Посоветовала Мы Разговорились Кто Чем Пользуется Какой Косметик Она Рассказала Преимущества Корейской Косметики Хотя Я Что-то Уже Знала Но Узнала Гораздо Покупала Дочка Моя Что-то Всегда Покупала У Эльмира Я Заметила У нее Такой Есть Ассортимент Корейских Магазинов Сейчас Очень Много Вообще На рынке Косметики Очень Много Вообще И Корейской В том Числе Но У Эльмира Вот Все Так Ну Она Сама Такая Красавица И Стильная И Соответственно Магазины У нее Такие У нее Все По Цветам Тут Какие-то Передовые Такие Технологии Она Жи Сама Постоянно Ездит В Корею Постоянно С ними Знакомиться Ну В общем Как-то Растет Постоянно В своей Сфере Да Это Очень Маловажно И Поэтому Не знаю Вот Я до сих пор Пользуюсь Этой Косметикой Которую Я Покупаю У нее Допустим Тональный Крема Есть Рубели Сейчас Термальная Вода Брызгаешь На лицо В общем Они дают Невероятный Блеск Я до сих пор Вот как Впервые Попробовала Она мне Посоветовала Я впервые Попробовала Я до сих пор Я такая Если мне что-то нравится Я буду Несколько лет Подряд Этим Пользоваться И в общем Не изменяя До сих пор Пользуюсь Косметикой Рубели Масками Рубели Это действительно Потрясающая Косметика Магазины Потрясающие Ты сюда заходишь И Как бы Просто Реально Отдыхаешь Особенно Желательно Когда есть она Иногда Я прихожу Ее нет И просто Девочки Я говорю А что Эльмиры нет Ну Эльмиры нет Ну В общем Вот А так Nature Republic Тоже косметика Она в больших Моллах Везде Находится Это тоже О многом Говорит Мне кажется Прежде чем Они ставят Какую-то продукцию Они проводят Какой-то Мониторинг И Наверняка Тоже Знакомы С этой косметикой И знают Я сразу Сформировала Стратегические Принципы Это Быть честными Обязательно Добрыми И доброжелательными Поначалу Было сложно Потому что В любой сфере Бизнеса Нужно Расположить К себе Покупателя Клиента Потребителя Чтобы он Доверял Именно тебе Потому что Я косметику Прежде чем Выставить на полке Пользовалась Сама Тестировала На себе И после того Когда я увидела Результат То соответственно Я с душой И с радостью Предлагала Это всем остальным И сюда На Сейфулина Калинина В этот магазин Прекрасный Чудесный Приходили люди За консультацию В первую очередь Ко мне А после того Когда они Получали от меня Грамотный Подбор ухода Я Была уверена В том Что человек Будет ухаживать За собой Обязательно Через месяц Даже два Я получала Обратную связь Писала им на Ватсап Звонила Спрашивала Ну как Если результат Был очевиден Получали То соответственно Я подбирала Следующий уход Потому что Для меня было Очень важно Чтобы каждый Получил результат Нас Эльмира Бавина Всегда учила Быть Только честными Подбирать Правильный Честный Уход То есть Не втюхивать Не продавать Все товары Подряд Подбирать Именно Правильно Подходить К клиенту Как к другу Как к маме Как к себе Подбирать То есть Всегда Качественно Предоставлять Сервис Качественно Предоставлять Консультацию На протяжении Трех лет Я работала В Asian Cosmetics Чисто Наверное Думаю Из-за того Что Здесь есть Хороший Карьерный рост Во-первых Во-вторых Здесь ты Учишься Правильно Ухаживать за кожей То есть До этой компании Я не знала Что такое уход Как подбирать Уход И так далее То есть Здесь ты учишься В первую очередь Быть красивой Быть девушкой Быть милой Быть ухоженной Самое главное Смотря на Ельмира Баевну Хочется Точно так же Выглядеть Точно так же Красиво Ходить Точно так же Красиво Выглядеть Поэтому Я думаю Что Это в первую очередь Мой вдохновитель Быть красивой Быть женственной Мотивировала Каждый раз Именно Ухаживать за собой Когда у нас Был маленький Еще магазинчик Квадратов 20 Я соответственно Заказывала Понемногу Здесь В Алматы У оптовиков И Когда я уже Стала расширяться Естественно Оптовики Как так Мы тут работаем На рынке Уже более 5 лет Да Вот девочка Какая-то Буквально 2 месяца Так раскрутилась Открыла магазин И они Перестали Мне отпускать Косметику Ну Было обидно Конечно Причем Я не понимала Где логика Да Я же покупаю У них Я делаю им продажи Наоборот Радуйтесь Да Можно так сказать Но Я не унывала Было обидно Были препятствия Очень много Но я не унывала Я шла вперед Я стала заказывать Писать в Корею Заказывать уже больше Партии Наверное Это и к лучшему Когда есть препятствия Ты начинаешь для себя Раскрывать Какие-то новые дороги Новые цели И Возможно Даже Если бы Мне эти оптовики Не отказали Может Я так и не выросла И не открыла бы Столько магазинов Когда мы уже Открыли магазин Первый Мы с супругом Он мне помогал Уволился с работы Стал активно мне помогать И мы уже Развивали Развивали Эту Сферу Деятельности Нашей индустрии И Соответственно Так как я Уже занималась Корейской косметикой Мне Очень хотелось Посетить Эту страну Великолепную И Увидеть Познакомиться С этой культурой Традициями Понять Вообще Всю эту кухню Мы поехали В общем В Корею Где-то уже Через полгода После открытия Первого магазина Поехали В Корею И у супруга Частенько С носа С носа Текла кровь Он Попросил Пойти Сделать Чекап Говорю Слушай Ну Ничего страшного У всех бывает Не обязательно Идти на Чекап Нет Давай Что-то с моим Здоровьем Не то Возможно Мне осталось Немного Жить Ну В общем Как все Мужчины Да И Чекап Соответственно В Корее Очень Дорогие Я Каждую копейку Считала Тогда Мне нужно Было Покупать Косметику Мне Я Ущемляла Даже Себя Не покупала Ничего себе Лишь бы Чтобы у меня Был товар На полках Хорошо Мы пошли На Чекап Господи Это было Так ужасно Меня Мучили Эти рентгены Эти МРТ Глотали Зонты Всевозможные Процедуры Неприятные Вообще Неприятные И что По факту Когда нам Уже Дали результат Нашего Чекапа У меня Все нормально А мужу Написали У вас Просто ожирение Вам нужно Похудеть И ему Дали Вот такую Большую Пачку Лекарств От желудка Я не знаю Для желудка От желудка Где-то На сумму 500 долларов Он это не пил Я просто Потом Выбросила Потому что Уже Срок годности Прошел Настоящую Корею Я увидела Когда нас Пригласили На остров Джейджу Тогда я поистине Узнала Что такое Корея Познакомилась С их культурой И традициями Остров Джейджу Это настолько Красивая природа Породистые лошади Спящий вулкан Сады апельсинов И мандаринов А какое вино Они шикарное делают Из этих фруктов И на самом деле Я увидела Как Произрастают Эти растения Из которых И создают Эту косметику Корейскую И когда Я углубилась В эту атмосферу Я просто Не могла Удержать Эмоции Меня Распирало Чувство Радости И восхищения Этой страной Даже режим питания У них Другой Они не употребляют В еду Соль и сахар Не употребляют Мучные изделия Все Очень ухоженные И такие Знаете Стройненькие Я поняла Что это все Должно быть В гармонии Это правильное питание Уход за собой И когда я это все Увидела Это настолько Меня это восхитило Эта страна Эта культура Эти традиции Мы же всегда Куда-то спешим Нам все Мы все время Думаем Что мы Что-то Не то делаем Что нам нужно Все что-то делать Быстро Но побывав Корея И увидев Как они не торопятся Их философию Их поэтапность Я поняла Что тоже Нужно приземлиться И подумать И делать все Не спеша И красиво Это Элаут Твоя красота Я приходила В магазин Тогда Магазин был Я не знаю Сейчас есть По-моему Да еще На Калинина Сифулина Вот Где продавалась Корейская косметика Корейский уход Шампуни были Би-би-крема Тогда это еще Было модно О, это би-би-крем Карандаши для глаз Какие-то маски Умывалки И так далее И так далее Я помню Что пришла Мне девочки Просто огромный Пакет насобирали Говорили Лидия Попробуйте Я одно время Прям плотно Подсела На корейскую косметику Потому что У меня Ну такая Немного Аллергичная Скажем В коже Мне не все Подходит У меня бывает Что кожа Реагирует На какие-то Продукты Вот А корейская косметика Мне прям Круто подошла Говорят Что вот Азиатскому Типу лица Корейская косметика Хорошо подходит Так вот Я прям Купалась В этой косметике Мне все Очень нравилось И я помню Даже по-моему Обзор для своих Подписчиков Снимала Вот об этом Магазине Я помню 2015 год Когда мы только Начинали развивать Наш бизнес И к нам Приходили звезды Медийные личности Просто так Я даже их не приглашала Я была удивлена Насколько Наша косметика Была уже Популярна На тот момент И они приходили С таким удивлением С таким вопросом Где же эта косметика Где это Тейжин косметик О котором все Говорят О котором Все восхищаются И Наверное Я уверена Что мы были Одни из первых Кто Взял эту нишу Маркетинг Именно продвижение В инстаграм В соцсети В фейсбук И мы Активно работали Со всеми Медийными личностями Со всеми звездами И сейчас Я очень благодарна Им за это Потому что У нас сейчас Сложились очень хорошие Дружеские отношения Они полюбили Мою косметику До сих пор Ею пользуются Приезжают Поздравляют Меня с открытием Наших магазинов Даже просто Пишут мне письма Если находятся Где-то на расстоянии Никогда не забывают Обо мне Я хочу Сказать им Большое спасибо Что вы Всегда С нами Да Вообще В принципе На рынке Было не так много Блогеров Вот Я такая Нескромно скажу Была одна из первых Вот И Я с Эльмирой Познакомилась Почувствовала Знаете Такое Какое-то Родство душ Вот Познакомились И собственно С тех пор Мы Все эти годы Вместе Там Окей Я на несколько лет Выпадала Так как я в Америке Жила Но даже Живя в Америке Эльмира Никогда не забывала Про меня Отправляла Либо мне подарки Либо моей маме Какие-то подарки Там на Новый год На 8 марта И так далее Вот Поэтому наша дружба Уже довольно Такая Долгая Крепкая Вот И Взаимная Через год Мы уже Открыли второй магазин Это в Астане Торговый центр Астана Мол Тогда локация Была единственная Это на цокольном Этаже Минус первый этаж Там практически Не было магазинов Мы единственные Там стояли Но я На свой рейт Страх Взяла Это помещение Меня очень радовала Арендная плата Низкая И К моему удивлению На открытие Также Было очень много Народу Приходили звезды Я так Была счастлива То что О нас уже Многие знают И Наверное Несколько дней Я там находилась В Астане И сама Лично всех Консультировала Подбирала Косметику И Знаете Случилось такое Что Клиенты наши Придя в Астанамол Они Там были еще Другие Конкуренты Которые продавали Совсем Другую косметику Не корейскую И когда клиенты Спрашивали Где здесь Эйжин Косметикс Они говорили Это мы Покупайте у нас А потом мне пишут На ватсап Сообщение Эльмира Ну это же вроде Не ваш продукт А я пришла Мне сказали Эйжин Косметикс Ну Опять-таки Препятствия Да Я Конечно Я разговаривала С конкурентами Зачем вы так делаете Почему Я не унывала Через некоторое время Нам предложили Место уже У входа Центрального На первом этаже Мы Опять-таки Сделали ремонт Заказали новую мебель Обновили все Всегда нужны перемены Всегда нужно обновлять И Не унывать Нужно идти вперед И самое главное Все делать Для удобства клиента Эта Элаута Твоя красота Меня зовут Дана Я в компании Работаю с 15-го года Февраля месяца Уже вот 6,5 год Пришла я работать По рекомендации подруги В магазин Сифулина Калинина Наш самый первый магазин Встретила у меня Конечно же Эльмира Бавина Сама Мы работали вместе с ней Практически полгода Да Я когда пришла Она еще была беременна Как раз таки На Софью Которую вот недавно Исправили день рождения С ней я училась всему Как продавать Как консультировать Как работать Как разговаривать Как вести себя С ней я росла Больше и больше Первый То что Вот то что мне запомнилось Это Ее Школа То что она дает нам Помогает Расти Она всегда дает Возможность Расти всем Не только всем Продавцам Консультантам И дизайнерам И бухгалтерам Она всегда Всех нас отправляет На обучение На повышение Квалификации Всегда мы Участвовали В разных Обучениях Тренингах Мы проходили Курсы Саентологии Мы проходили Курсы Кайдзина Всегда Она Она учила Только расти Как Личный человек Как Как девушка Как женщина Поэтому Я благодарна Начинала я Конечно С продавца Консультанта Времени Со временем С опытом Можно сказать Работали Кассиром Администратором Магазина Через некоторое Время Уже с 17-го года Работала Директором Магазина Моем управлением Было Это 7 магазинов Нашей Asian Cosmetics И Nature Republic Наша компания Это Карьерный Рост Она Такая Пришла Вроде Ничего Не зная Насчет Продаж Насчет Бизнеса Насчет Всего И Нашей Компании Можно Будет Мы Эльмир Обаин Научились Многому Как Вести Именно Бизнес Как Нужно Будет Даже Себя Вести Я могу Сказать Что В протяжении 5 лет Я столько Достигнула И несмотря На свой Возраст Я была Управляющим Наших Магазинов Я Очень Горжусь Работая В этой Компании Именно С Эльмира Баевной Сейчас В данное Время Я работаю Управляющим Салона Красоты Элаут Элаут Это Личный Бренд Нашей Эльмира Баевны Благодаря Эльмира Баевны Благодаря Компании Мы Достигли Много Всего Да Мы Посещали Корею Это Было В 19 Году Очень Рада Что Я Работаю В этой Компании И Каждый Раз Мы Развиваем С Эльмира Баевны С Компании Элаут Выбирай Лучше На Здравствуйте Я Два Месяца Доела Корову Чтобы Приехать Специально Купить Себе Уход Да Вы Что На самом Спф Крем Он Защищает Лицо От Лучей Солнечных И Сделает Вашу Кожу Идеальной Светлой Сияющей Этот Крем Защищает И Так же Увлажняет Лицо Вы Будете Просто Номер Уан У Себя В Деревне Правильно Сделали Что Приехали К нам Вот И Я Рекомендую Именно Этот Спф Крем Для Вас Я Понимала Что Нас Уже Люди Ждут Во всех Городах Регионах Казахстана И Опять Таки У меня Был Страх Ну Как Как Я Одна Буду Это Открывать И Помню Как Одна Девушка Мне Позвонила С Города Актал И Просила Очень Просила Открыть Магазины Именно В этом Городе Я Не Знала С чего Начать У У Не Было Такого Опыта Никогда Но Она Покупает Мне Билет В Актал Говорит Приезжайте Ничего Не Знаю Я Соответственно Думаю Хорошо Давайте Сделаем Так Проведем Там Мастер Класс Я Беру Собой Две Большие Сумки Косметики Где-то На Очень Большую Суму И На Свой Рисский Страх Лечу Туда Она Собирает Аудиторию Пришло Где-то Порядком Около Ста Человек Я Была Просто В шоке Вся Косметика Которую Собой Привезла Все Разобрали Я Уехала Просто С пустыми Руками Я Тогда Для Себя Сделала Вывод Что Точно Пора Открывать Магазины В регионах Раз Уже Есть Такой Спрос И Буквально Через Месяц Мы Открываем Первый Магазин В городе Актал Это Был Наш Первый Партнер Ее Зовут Динара Умничка Она Уже На Сегодняшний День Открыла Шесть Магазинов В городе Актал Развивает Эту Сферу И Я Ей Очень Благодарна И На Открытие Представляете Люди Просто Сносили Там Рядом Стоящие Манекены Других Чужих Бутиков Очередь Стояла Прям С самого Низа Первого Этажа Магазин Был На Втором Этаже Я Не Успевала Мне Просто Достаточно Было Поднять Указатель Палец На Какой Нибудь Продукт И Люди Просто С полок Разбирали Даже Не Понимая Что О чем Я Говорю Они Просто Не Слышали Друг Друг И Сразу Бежали На Кассу Наличкой Расплачивались Это Было Очень Смешно И Хотя Я Надрывалась Я Кричала Говорила Об Этом Уходе Просто Я Показывала Они Просто Разбирали И Бежали На Кассу Самый Первый Магазин По Франшизе Мы Открыли Ровно 5 лет Назад В этот День 11 Июня Как Раз Таки Поздравляю Вас И Всех Нас Это Наш Первый Опыт Это Наш Первый Магазин По Франшизе Мы В Каждый Магазин Который Мы Открывали По Франшизе Обучали Не только Консультировать Продавать Но вообще Вести Бизнес У нас Были Партнеры Которые Не имели Никаких Опытов В сфере Торговли Розницы Косметики Для них Это Было Впервые Были Сотрудники Которые Работали В банках Директорами Нефтяных Компаниях И они Смогли Для себя Открыть Магазин Они Все Сейчас У нас Очень Успешные Я Думаю Что У нас Очень Будет Нашу Команду После Октав Мы Стали Открывать И в Других Городах Сначала Крупных Потом Мелких И мы Выбрали Такую Философию Что Один город Один партнер Для того Чтобы они Не конфликтовали Чтобы у них Не было споров Между собой И Один партнер Чтобы развивал Полностью Весь город И Когда Один партнер Открыл Один магазин И дальше Не пытался Развивать Масштабироваться Мы просто Озадачились Ну что Сделать Как Его Дальше Мотивировать И Поступило Такое Предложение От моего Супруга Слушай Ну давай Может Мы будем Сделаем Такую Акцию Будем Дарить Мебель От нас При Открытии Каждого Второго Магазина Ну в принципе Идея Хорошая Почему бы Нет Давай Попробуем И буквально Наверное За два Месяца Мы открыли Десять Магазинов Я просто Не успевала Разъезжаться По всем Городам Резать Эту ленту Но мне Это нравилось Хоть и была Уставшая Но Вот это Вот Переполох Вокруг Всего То Что Мы ездили Мотались Это было Очень Мы получали От этого Удовольствие Ну и партнеры Сейчас Посмотрите Уже Наверное Каждый партнер Открыл В своем городе Более Четырех Пяти Магазинов И не нарадуется Многие купили себе Недвижимость Машины Я рада за них Что их бизнес Расцветает И они не стоят На месте И Обязательно Также условие Было Открывать Магазины Самых лучших Крупных ТРЦ Города Не островок Не стрит-ритейл Потому что У нас уже был Такой Негативный опыт С островками Все-таки Женщины Мы любим Когда все Индивидуально Би-ту-би То есть это должна быть Консультация Чтобы тебя никто не видел Было комфортно Атмосферно Поэтому мы выбирали Все самое лучшее Это косметика Качественная Это красивый магазин Это полный Ассортимент На полках Это качественная Грамотная Консультация И все В этой синергии В этой концепции И благодаря Этой философии Мы всегда Идем вперед В тот момент Я помечтал книгу Джек Ма И в самом начале У него написано Все, что бесплатно Это очень дорого Я начал Это все анализировать И вот Проехав Три поездки По Москве Бесплатно Я понял Что по сути Это не бесплатно Я просто стал Их непостоянным клиентом И начал Такие моменты Очень много Анализировать И все время Думал о том Что как масштабировать Это При том Что ты Когда очень часто Путешествуешь Еще такой город Как Москва Он свою атмосферу Дает Масштабироваться Там все Так мощно Красиво И вот у меня Почему-то в голову Пришла эта мысль А почему бы не сделать Нашим партнерам Предложить Что каждый Кто открывает Из партнеров Второй магазин Третий И следующий магазин Мы Основная затратная часть Это мебель Это и товар Мы делаем это Бесплатно То есть мебель Мы делаем бесплатно За свой счет А косметику Мы под реализацию Им даем И я составил Тогда полный текст С партнером всем Отправил его На что я получил От всех Положительные отзывы И подтверждения И буквально За два месяца У нас Из 18 Из 16 Магазинов Мы превратились В 36 магазинов Тогда Да Времена были Интересные До сих пор Вспоминаю С улыбкой на лице И теперь Мы едем В наш магазин Nature Republic Периодически Я туда езжу И иногда Даже консультирую Меня об этом Просят постоянно И я Как бы не отказываю Почему нет Мне это нравится Я устал Я устал Ну сейчас Вот уже Дошли Сейчас Я устал Ну сейчас Сейчас Вот уже Доехали Вот Дошли Наконец-то Я с вокзала Прям к вам С октал приехала Мама Я хочу пить Сейчас Подожди Говорят У вас косметика Хорошая Эйджин Косметика Дима Здравствуйте 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 Что предложите Что есть у вас А это что такое Добро пожаловать А это что такое Мама Пить Сейчас Сейчас Подожди SPF 50 Это что От загара Да Давайте Я вам подскажу Давайте Давайте Я специально Приехала К вам Я вижу Пить Качу Прям с вокзала Видите Сейчас Подожди Банамказ Сейчас Однажды Будучи в Корее Мы просто Прогуливались С супругом И увидели Красивый Просто Невероятно Красивый Флагманский Магазин И снаружи Все так было Красиво Украшено И витрина Nature Republic Я не знала Вообще Что это такое Но когда я зашла И увидела Вот эти баночки Скляночки Как они обслуживают Все это так было Просто вкусно И Рустам Говорит Хочешь ее Я говорю Хочу И все И мы начали Ставить себе цель Что мы завезем Эту франшизу Nature Republic Когда мы с ними Связались Они сказали Что у них уже есть Претендент Кто хочет открыть Данную франшизу В Казахстане Уже практически На стадии Подписания договора Но Рустам Так как у него Такой характер Он всегда любит Всего добиваться Мы выехали в Корею На встречу с ними Они категорически Отказывались С нами встречаться Но все-таки Мы добились Через нашего Гида-переводчика Чтобы она все-таки Настояла Что вот мы Приехали специально В Корею Они согласились Но сказали Мы уделим вам Всего 5 минут Приезжайте Ну я настолько Хотел этот бренд Завести в Казахстан Я просто У меня был вылет В 7 часов вечера В тот день Последний день Был пребывание Я сказал Я ничего не знаю Но я поеду в офис Головной Nature Republic Приехал туда Они говорят А вы кто-то Тим Мы вас даже Не приглашали Вам не назначена встреча Я говорю Я не улечу Пока я не встречусь Не проведу переговоры Компании Компании Мне вот показывают Они контракт Говорят Но по своему контракту Они должны Облатить Депозит Депозит Не оплачен Если они В течение Трех месяцев Не оплатят То Еще 3 месяца Подождите И где-то Через 6 месяцев Свяжитесь С нами Выйдя из офиса Nature Republic Я такой был Без настроения Расстроенный Прилетел Домой И все время В голове Вот эта мысль Как так Мы упустили Этот контракт Почему у нас Не получилось И когда мы Уже вернулись В Казахстан Рустам Долго не думая Мы еще даже Не подписывали контракт Еще даже Не видели Шаблона Рустам Отправляет им Деньги Задаток И все равно У нас были Сбережения Я собрал Эти деньги И отправил В Корею В Nature Republic И они ему звонят Are you crazy? Ты что Типа с ума сошел? Ты что Нам отправляешь деньги? А вдруг Мы тебе их не вернем Да? Мы же не подписали Ничего И на следующий день Мне звонят С Nature Republic И говорят Are you crazy? Я говорю В WhatsApp Они говорят Ты отправил нам Такую большую сумму Но у тебя Ни контракта Ни документа Ничего нету Мы же можем тебе Просто не вернуть Эти деньги Я говорю Да, я понимаю Вы можете мне не вернуть Эти деньги Но вы видите Мое намерение И мою серьезность Я очень сильно хочу С вами работать И это окей Мы видим Что ты серьезный человек Ты хочешь с нами работать Для нас это очень важно Мы тот контракт Аннулируем И заключаем с вами И вот с этого момента У нас пошла такая активная фаза Работы с этой франшизой И соответственно Вот такой вот наш ход Для них это был уже подвиг того Что это надежный партнер Партнер, который на самом деле Желает открыть их франшизу И развивать ее Именно в нашей стране Ну и соответственно Это было в 2015 году Уже прошло около 6 лет И мы открыли более 9 магазинов Nature Republic Я надеюсь, что мы будем И продолжать открывать И развивать эту сеть Nature Republic На самом деле Косметика очень хорошая Это знаменитый бренд Который популярен сейчас Не только в Корее Ну и в дальних зарубежах Сейчас в Америке Очень актуальна Nature Republic Ну там вообще все круто, конечно Это очень известная Всемирная марка Вот в Америке Где мы жили В городе Глендейл У нас тоже, кстати, этот бутик есть Я помню, что я там что-то себе купила И писала оттуда Эльмире сюда Эльмир, а как вот это использовать Там Что вот с этим вот делать То есть я, находясь в Америке Все равно консультировалась Здесь с Эльмирой Вот В 2015 году Мы открываем первый магазин Nature Republic Я сделала такой прям Флешмоб Пригласила танцоров Там под музыку Икзо все танцевали Но этот период Наверняка вы помните Это кризис Когда доллар резко В два раза скаканул А мы уже выставили ценники Нам уже деваться некуда было Открытие магазина Что делать? Ну естественно Мы продавали косметику себе в убыток А нам нужно было уже Расплачиваться с корейцами Заказывать новую партию продуктов Потому что Во время открытия магазина За две недели Просто раскупали все Это было ужасно Просто для нас Негативный опыт Препятствия Но мы не унывали Мы привлекали Инвестиции Кредиты И у нас еще на носу был Второй магазин открытия Это Мега Буквально через 6 месяцев Мы открываем второй магазин Nature Republic Уже в Мега Центре Когда мы открывали магазин в Астане В Мега Силквее Нурлан Смогулов Нас всех заставлял Открыться быстро За одну ночь Так как должен был посетить ТРЦ Впервые президент Я представляю этот момент До сих пор вспоминаю Как мы Мыли полы Сами собирали косметику В этой грязи Все это упаковывали Собирали И на утро В 8 утра Когда все уставшие Я уже практически Легла на эти картонки И спала И меня будет Моя сотрудница Бухгалтер Эльмира Абаевна Вставайте Уже клиенты заходят И я такая уже Тушь размазанная Вся уставшая Стою на кассу И предлагаю косметику Нашим клиентам И в этот момент Приезжает президент Нам уже было Не до кого Мы очень сильно устали Но Я кайфовала От самого процесса То, что мы открыли Замечательный Роскошный магазин В 200 квадратах В самой столице Астана Сейчас уже Нур-Султан Мега силквей Nature Republic Посмотрите Какой красивый магазин Мы создали Ну и конечно же Самое сложное испытание Не только для меня Наверное для всех Для всего мира Это ковид Карантин Когда все наши магазины Перестали работать Восемь месяцев Мы просто были закрыты Даже онлайн продажи Были слабыми Если честно Но Мы не унывали Мы Старались как-то Выбиваться из всех сил Пришлось сократить Очень много людей Я очень Переживала за каждого Потому что Для меня каждый консультант Это как мой ребенок И Такие вот препятствия Такие вот недуги Да В жизни Они наверное Все равно Не дают тебе Расслабляться Ты Как бы Даешь себе Так Эльмира Не расслабляемся Давай Ты можешь Иди вперед Ничего Скоро закончится Этот карантин И мы снова зажгем Мы снова начнем работу Очень мне повезло С моими партнерами Скорее У нас были просто Ужасные долги Перед ними За косметику У нас были долги По арендной плате В торговых центрах Кредиты И Мне очень повезло С моими партнерами Мы работаем сейчас На абсолютных Таких дружеских Отношениях Доверие И они давали мне Рассрочку Я очень Им благодарна за это Я прям хочу Поехать в Корею Расслаблять Их обнять Так Спасибо им большое Вообще Я хочу Всегда быть полезной Для людей Для здоровья Для жизни Приносить какую-то пользу Меня это вдохновляет очень И У меня до сих пор С головы не выходит Та маленькая девочка Которая всегда любит И любила Красоту Такие нежные прикосновения Такие влюбленные Взгляды Красота Это как душа Твоя Ты нежна Любима Улыбается Рассвет Облака Пушистый Сек Свежестью Легкостью Сияй Знаешь ты, что всегда великолепно Бархат-шок Улыбаешься волшебно Чувствуешь счастье Открыто Влага Уход И защита Дыхание И прелесть Внутренний мир Влияет на внешность Великолепно Великолепно Ты с нами Всегда Это Эйлаут Твоя Красота